Как ни странно, самым скользким местом оказался центр города. Дорожники так хорошо чистят тротуары от снега, что хоть коньки надевай сплошной каток. Как видим, тротуар возле Политехнического университета расчистен на славу, но совершенно необработанным смесью песка и соли. Отчего барнаульским студентам приходится не идти в усы, а катиться до него. И не только тротуары, но и остановки общественного транспорта покрыты коркой льда. Люди с двойной осторожностью входят и выходят из автобусов. Каждый шаг – риск. В любой момент можно поскользнуться и неудачно упасть. Это очень опасно. Проблема. Падаем, поднимаемся и дальше идем. Скользкая. Наледи кругом. Это же не сидеть дома. Приходится ходить. Конечно. Профилактику на обувь ставим. Насечки делает мне муж на обувь. Помогают? Помогают. А противоскользящую профилактику ставить придется, видимо, всем горожанам. Специальные службы, как видим, с объемом работ не справляются. Правда, сами дорожники утверждают обратное. Заверяют, что все тротуары, дороги, перекрестки и остановки обрабатываются от наледи вовремя. Просыпано везде. Смесь должна сработать. У нее есть интервал срабатывания. Просто так просыпать и смести нельзя, потому что будет накат. Поэтому проходит интервал. Не менее двух-трех часов. Смотрим еще от института снегопада. И начинается режим прометания. После прометания опять просыпается проезжая часть. То есть тротуары, они все посыпаны, которые должны быть? Тротуары, где необходимо, просыпаем. Просыпается не песко-соляной смесью, а чистым песком. Специалисты также пояснили, что в этом году из-за обильных снегопадов в разы увеличился расход смеси песка и соли. Всего ее в запасе на этот зимний сезон 40 тысяч тонн. Но зима только началась, а 18 тысяч тонн уже высыпаны на дороге города. Так что хватит ли ее до конца сезона, неизвестно. В любом случае, горожанам не стоит полностью полагаться на дорожников. Необходимо быть предельно осторожным и помнить золотое правило. Если поскользнулись, старайтесь упасть на бок. В этом случае переломы вам не грозят, а делайтесь только ушибами. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости.